КОВИД-19 А что в Саратове? Нам показалось, что горожане, наслаждаясь ранней весной и теплым солнцем, относятся к грозной китайской хворе с некоторым легкомыслием. КОВИД-19 Все у нас, кто собирался из родственников ехать на отдых, так же и едут на отдых. Ну, конечно, не все странно, которые сейчас закрыты. На мой взгляд, это не намного серьезнее, чем грипп. Если бы это было настолько серьезно, то умирали бы все, как вот в свое время от испанки. А это больше паника все-таки? Конечно, паника. Ешьте красные перец и ничего бояться. Меры все мы всегда нужно предпринимать, я считаю. Ну, чтобы так вот прям дрожать, сидеть дома, закрыться и бояться, мне кажется, не стоит. На четверг, 12 марта, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Испания. И хотя прямого международного авиа и железнодорожного сообщения у Саратова нет, в региональном управлении Роспотребнадзора нам рассказали о четком алгоритме работы с приезжающими. Человек прибыл в Москву. Москва получила информацию о его прибытии. Она собрала о нем анкету. В анкете указывается регион его пребывания. Он приезжает в тот регион, где он проживает, а эта информация уже, пока он даже еще едет, уже доходит до нас. Если у него нет никаких признаков инфекционного заболевания, но он прибыл в неблагополучную регионы, и человеку выдается предписание о медицинской изоляции, и такое же предписание выдается в лечебное учреждение, и медицинский работник выходит для наблюдения его на дому. Он находится дома в течение 14 дней. Соответственно, он получает и больничное на это время. Если у человека проявляется респираторная симптоматика, он помещается в изоляцию, отслеживает все его контакты. Затем этих людей обследуют на предмет наличия коронавируса и проводят все необходимые лечебные и диагностические процедуры. В 10-й клинической больнице, где есть специальные боксы для потенциальных больных, с начала эпидемии обследовано 132 человека. Все анализы на коронавирус отрицательные. Однако ситуация с отражением грозной китайской заразы в Саратове осложняется тем, что в нашем городе нет ни одной инфекционной больницы для взрослых. Так что если коронавирус все-таки проберется в областной центр, все отделения 10-й больницы будут переведены в другие места, и клиника начнет работать в режиме ЧАЭС. А пока наиболее актуальными для горожан остаются вопросы о том, что делать, чтобы не заразиться вирусной инфекцией, можно ли купить в Саратове маску и когда ее носить, а также информация об основных симптомах болезни, которые, по мнению медиков, с течением эпидемии и мютацией вируса могут меняться. Самое важное, считают эксперты, поддерживать чистоту рук и окружающих поверхностей, к примеру, смартфона. Руки специалисты советуют мыть с мылом не менее 20 секунд и использовать для дезинфекции специальные средства, содержащие спирт. Рекомендуют также отказаться от рукопожатий, открывать всевозможные двери закрытым кулаком или бедром и даже чихать по-особому. Если возникает чихание, то чихать нужно либо локоть загибать, либо в одноразовый платок, затем также помыть руки, стараться избегать тесного контакта с больными, с катаральными явлениями, в первую очередь с кашлем. Тесный контакт – это расстояние менее метра от больного человека. Соответственно, не посещать места массового скопления людей. Если же возникает необходимость острой посетить такое место, то одеть маску, которую также нужно каждые два часа менять. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей в общественном транспорте, а также при уходе за больным, утверждают специалисты. Носить ее на открытом воздухе нецелесообразно, но прежде чем надеть, маску нужно купить. В двух ближайших аптеках это дефицитный товар. Есть ли сейчас маски и разбирают ли в связи с эпидемиологической ситуацией? Нету, к сожалению. То есть маска вообще никаких? Дефицит? Нет. Давно? Ну, недели две-три, наверное. Маски есть или нет, скажите? Детские в наличии есть. Детские? Да, детские. Ожидаем поставку именно для взрослых. Товар будет на днях. Напомним, что симптомы COVID-19 во многом напоминают обычную простуду, чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. На проявление симптомов уходит до 14 дней. Однако встречается и бессимптомное течение болезни. А также случаи повторного заражения. Но, по мнению заведующего кафедры инфекционных болезней СГМУ Андрея Шульдякова, связывать их с активной мутацией вируса не стоит. Данных, потому что он мутирует, и потому что там итальянский штамм условно отличается от уханьского, пока данных нет никаких. Равно как нет данных по ближайшему появлению вакцины и каких-либо препаратов. По повторному здесь очень ограниченное количество этих случаев. Это бывает еще, когда переносишь чрезвычайно тяжелую форму. Ну вот на аппарате лежишь искусственной вентиляцией, и иммунитет у тебя не вырабатывается. И ты повторно через 2-3 месяца тоже можешь заболеть. Вакцины от коронавируса пока нет. Но во всем мире, в том числе и в России, идет активная работа по ее созданию. Специалисты Федерального государственного научного центра «Вектор» в Новосибирской области создают препарат по пяти направлениям, на исходе которых получится 13 вариантов вакцины. А вот предположение о том, что приход лета спасет нас от COVID-19, не имеет особых оснований. Если посмотреть поиск, который распространяется, это ухань, там не сильно холодно сейчас. Вот в Италии тоже порядка 25 градусов. И в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Калифорнии, там тоже не сильно холодно сейчас. Поэтому надеяться, что пригреет солнышко и прекратится распространение вируса, наверное, не стоит. Одно можно сказать точно. В ближайшее время коронавирус, возможно, на какое-то время изменит вашу жизнь. Вот так сегодня выглядят аэропорты по всему миру. К тому же, по информации оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, с 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. А что у нас в штабе по борьбе с коронавирусом? Зампред правительства Сергей Наумов заверил, что в Саратове все готово к встрече с грозной болезнью. А там, как водится, поживем, увидим. Все готовы, план имеется, обсерватор имеется, учреждения лечебные, куда должны будут поступать такие больные, они подготовлены, все соответствующие в них запасы лекарств, материалов, боксы, все это на сегодняшний день имеется, разработано, проверено органами Роспотребнадзора. Давайте, как бы, дай бог, чтобы у нас этого не было ничего. Дальше, ну, поживем, увидим, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова